Привет, друзья! Отвечаю на очередной вопрос, присланный в комментариях на YouTube-канале. Нужно ли делать жим лёжа в отказ? Несмотря на то, что уже очень много я рассказал обо всех этих отказных историях, всё равно продолжают приходить такие вопросы. Итак, если мы говорим о отказе, который наступает из-за того, что вы не можете больше поднимать вес, вес становится очень тяжёлым, организм отказывается поднимать, и вас просто задавливает, баранит, как говорят в пауэрлифтинге и тяжёлой атлетике, то мы делаем такие подходы только если хотим поработать над промежуточными мышечными волокнами. А вы знаете, чтобы проработать промежуточные мышечные волокна, необходимо дойти до такого позитивного отказа, то есть когда вы больше не можете выполнить самостоятельно ни одного повторения. Вес убавляется сразу же на 20% и выполняется ещё 6 повторений, тоже в отказ. Вот так работают промежуточные мышечные волокна. Если же мы говорим об отказе, который наступает не из-за веса, а из-за того, что мышца закислилась, из-за того, что продукты распада доводят мышцу до нестерпимого состояния жжения, когда просто невыносимо больше выполнять движение, то это речь идёт о окислительных мышечных волокнах. Естественно, тоже можно и нужно делать такие тренировки. Но в основном люди задают подобный вопрос, даже не зная о тренинге на промежуточные окислительные мышечные волокна, подразумевая работу на гликолитические мышечные волокна и на силу. Когда я говорю о гликолитических, то подразумеваю, что работа на массу, на гипертрофию. Так вот, друзья, отказы убивают силу. Все более-менее грамотные люди и все силовики вам об этом скажут и расскажут. Это факт. И ни когда вы тренируетесь силу, ни когда вы тренируетесь на гипертрофию, не нужно и даже опасно тренироваться в отказ. Когда вам кто-то говорит, что тренируется до отказа, то он здесь подразумевает, я уже не раз об этом тоже говорил, не то состояние, которое подразумевает, что он не может сделать больше следующее повторение, но делает его и его задавливает. Нет, как раз-таки вот опыт, умение тренироваться до отказа, это значит сделать, к примеру, вам нужно сделать 8-12 повторений, да? Вы делаете 9 повторений, чувствуете, что следующее повторение, 10-е, будет отказным, то есть вас задавит, вы его просто не сможете сделать технически грамотно. Вот до этого нужно остановиться, то есть не доводить себя до состояния того, что вас забаранит. Это вас откатит. И все уже люди, кто более-менее дружит с головой, с логикой, знают, что чем сильнее вы, тем с большим весом вы можете работать в массонаборных упражнениях. А естественно, с чем большим весом вы работаете в массонаборных упражнениях, тем больше могут стать ваши мышцы. Поэтому, друзья, вот это все нужно очень четко понимать. И все вы уже прекрасно знаете, что для натурального атлета очень важна периодизация. Верите вы в разные типы мышечных волокон, не верите, это не имеет никакого значения. Абсолютно доказано, что любая рутинная работа обязательно приведет вас к перетренированности. И очень-очень быстро. Только смена режимов тренинга способна уберечь вашу центральную нервную систему от переутомленных. А если центральная нервная система переутомлена, то будет страдать и весь остальной организм. Будут страдать все остальные системы. И эндокринная. И вы будете страдать от всяческих простудных заболеваний. Вы будете чувствовать, как будто разгружали вагоны. Как будто у вас страшнейший грипп. Поверьте, не стоит себя доводить до состояния перетренированности. Это очень страшное и нехорошее ощущение. Только периодизация тренинга может вас спасти об этом. И когда кто-то по своей глупости говорит, что периодизация это тяжелые, легкие и средние тренировки. Вы можете сделать вывод о образованности этого человека, блогера, тренера, неважно, относительно тренировочного процесса. И стоит ли вообще прислушиваться к другим его советам, если он даже не знает простого понятия, что такое периодизация. Запомните, периодизация это не значит, что вы снижаете интенсивность. Нет. Некоторые режимы тренинга наоборот повышают интенсивность. И когда кто-то говорит, мне становится просто смешно о периодизации, как о легких, средних и тяжелых тренировках. Да, это может присутствовать, но это не есть истинная периодизация. Также смешно слушать тех людей, которые до сих пор верят в чушь относительно того, что человек делится на эктоморфа, эндоморфа, мезоморфа, и что каждому из типов телосложения необходимо тренироваться по-разному. Вот это вообще бред, который пошел, кстати, из Америки, но сейчас серьезные обучающие институты, заведения, которые готовят инструкторов, кстати, даже здесь уже об этой чуши даже не заикаются. Поэтому, друзья, как всегда, думайте всегда головой. Смотрите на тренинг через призму логики, здравого смысла, через призму сохранения, улучшения вашего здоровья. Тогда и только тогда вы будете оставаться здоровым, сохранять свое здоровье, улучшать свое здоровье. И будете повышаться в плане тренированности. Будете становиться сильнее, будете становиться массивнее и будете становиться выносливее. Потому что любой из типов мышечного волокна подвержен гипертрофии, подвержен росту силы и подвержен тренированности именно в плане выносливости. Но когда вам какой-нибудь тренер говорит о том, что вот это жиросжигающая тренировка, то это тоже показатель того, что тренер либо туп, либо просто заливает вам пуши. На рельеф, друзья, можно только питаться. Не существует тренировок на рельеф. Ну что, на этой позитивной ноте будем с вами прощаться. Вы можете приобрести мои книги отдельно для парней, отдельно для девчонок, потому что нужно пройти определенную силовую подготовку, как в армии, перед тем, как переходить на тренинг по периодизации. И пока вы не сдадите нормативы, а эти нормативы и тесты указаны в моих статьях, в моих книгах, в видеороликах, вы даже думать не должны о периодизации, об интенсивности вашего тренинга, о разнообразии. Есть четыре упражнения, в которых вы должны показать определенный силовой уровень. И только после достижения этих определенных результатов, отдельных для парней, отдельных для девчонок, вы можете смело переходить на периодизацию. Вы должны перейти на периодизацию. Изучайте статьи. Начните с одноименной статьи, которая так и называется, периодизация. Потом, если хотите, на примере более развернута мышц спины, посмотрите, я там расписываю целиком и полностью, как выглядит периодизация для мышц спины. Почитайте статью, которая называется «Спина от А до Я». И если у вас нет на это все времени, желания, просто вступайте в мою закрытую платную группу, друзья. Нет смысла просто присылать заявки и ждать, что вас туда кто-то добавит. Это единственное, за что я беру деньги, потому что это серьезная работа. И вы на самом деле экономите огромное количество времени и денег, один раз оплатив взнос за то, чтобы вступить в эту группу. И каждую неделю получаете план тренинга, как раз-таки составленный по принципу периодизации на различные типы мышечных волокон. И каждая из мышечных волокон, и гликолитическая, и окислительная, и промежуточная, мы будем тренировать на силу, на массу и на выносливость. Пишите, пишите комментарии, ставьте палец вверх, если вам понравилось видео. Не стесняйтесь, это помогает каналу, это помогает большим людям увидеть этот ролик. Если вам не понравилось, смело ставьте дизлайк. Это тоже не страшно, на самом деле помогает развиваться каналу. Но если вам не понравилось, не просто рожа моя не понравилась, а если вы не согласны с тем, что я говорю, если у вас есть обоснованные, аргументированные убеждения, напишите их в комментариях. Иначе вы просто пукаете в воздух. И для всех, для нас, логически думающих людей, вы являетесь обычным хейтером или троллем. Но, к моему сожалению, куда-то пропадают тролли и хейтеры с моего канала. Их становится все меньше и меньше. Неужели я перестал быть интересен даже для хейтеров и троллей? Ведь это самые преданные фанаты любого человека, который что-то делает. Друзья, развивайтесь, изучайте. Помните, что только здесь барьеры. Помните, что только здесь счастье. И что только вы и никто другой не влияет на то, какие вы ставите себе барьеры и счастливый ли вы человек. Будьте позитивными, начинайте день с улыбки и заканчивайте день улыбкой. Тогда у вас в жизни будет получаться абсолютно все. И окружать вас будут добрые и порядочные люди. И сами вы себя будете чувствовать прекрасно. Окружать себя только позитивной энергией. Ну все, друзья. Прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале.